Сегодня тема, которая тоже нам близко и которая всегда нас волнует, о влиянии на детей, на наших, и, в общем-то, может быть, и шире на всю семью. Вначале прочитаю два места из Писания, одну мы наизусть даже знаем. Книга «Бытье», 18 глава, 18-19 стих. Первое место «Бытье» – это Ветхий Завет, 18 глава, 18-19 стихи. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Ну, и второе место читать не будем. Это Деяние апостолов, 16-31. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Думаю, этот стих мы хорошо знаем, хорошо знаем наизусть. Вот здесь из этих стихов можно сделать такой вывод, что Бог все-таки дал нам рычаги, что мы можем влиять на наших детей, на спасение детей в частности. Не просто воспитание в общем смысле, а на спасение детей наших, чтобы они тоже ходили путем Господним. Да, напрямую родить духовно мы детей наших не можем. Сперджин, по-моему, так сказал, у Бога внуков нету. Или как люди иногда говорят, я в какой вере родился, в такой и умру. Таких мыслей в Библии нету. То есть наши дети при всей, может быть, нашей богобоязненности автоматически возрожденными они не рождаются. Думаю, это мы понимаем однозначно. Но сказать, что я ничего не могу делать, чтобы мои дети пришли к Богу, ну, в Библии мы тоже не находим. Сказать, что мы все можем или все зависит от нас, тоже будет неправильно. Тоже неправильно. Но все-таки многое мы можем делать. И так хотелось сегодня и посмотреть, что мы можем делать, чтобы в этом как-то нам и подвизаться. За Иоанна Крестителя даже написано, может быть, несколько, но такое место необычное. Он исполнился Духа Святого еще во чреве Матери. Но, думаю, здесь мысль тоже та, что еще не родившись, он уже вот это доброе родительское влияние, он уже его испытывал. Дух Святой уже мог над ним работать, когда он даже еще не родился. Думаю, братья, это для нас тоже. Ну, какой-то урок. Что Дух Святой уже тогда может работать, когда даже дети еще не родились. Они уже тогда могут исполняться Духом Святым. А могут исполняться Духом ропота, Духом недовольства. Если папа с мамой недовольны, уже тогда он может исполняться этим Духом. Бог так предусмотрел, что мы все произошли от одной крови, написано, произвел весь род человеческий. И Бог предусмотрел, чтобы благословения родители могли передавать детям. Чтобы эти благословения могли передаваться. Я так хотел бы немножко по Библии проследить чуть-чуть. Исаак Якову. Вот между этими поколениями как-то особо эта линия просматривается. Яков при всей своей хитрости, может быть, и некоторых таких неположительных качествах, но одно было очень положительное. Он всем сердцем, всеми своими мыслями искал благословения. Но только в книге Бытье можно найти четыре случая, когда он получал благословение. Первый раз – хитростью. Второй раз – когда он отправился из дома, Исаак его благословил. Третий раз – Бог его благословил, когда он видит сон, когда ангелы спускаются и поднимаются по лестнице. Ну и четвертый раз, там, может быть, прямо не написано, но оно вытекает, что он и там получил благословение. Когда он говорил, не отпущу тебя, доколе не благословишь меня. То есть он настолько понимал, что он зависит от благословения, от благословения родительского. И что потом интересно, с какой щедростью Иаков мог их раздавать потом. Он их раздает фараону. Иаков благословляет, пастух благословляет фараона. Эта картина вообще удивительнейшая. Для того, чтобы принять благословение фараону, ну, мы понимаем, что с трона царского надо было сойти ему, да? Ну и, наверное, встать на колени все-таки, стоя, вряд ли, вряд ли получилось бы. И он принял. И что интересно, так рассуждал, ну, может быть, это мои личные рассуждения. Думаю, Египет тысячелетия пользовался этим благословением. Удивительная страна. Стала слабая, стала небольшая, но существует до сих пор. И пользуется благословением. Может быть, какая-то часть от Иакова. Фараон, который не знал Господа, он погубил практически Египет. А Бог не погубил. Бог говорит, народ мой, египтяне, да? Аврам раздавал эти благословения. Раздавал благословения детям своим. Вот такой хороший пример мы находим, как благословения они передавались. Давид Соломону. Соломон, когда воцарился, когда Бог ему явился, он интересные слова говорит. Ты сотворил отцу моему Давиду великую милость, что поставил меня на место отца моего Давида. То есть Соломон очень ясно понимал, кому он обязан, что он находится на царском престоле. Ты сотворил Давиду отцу моего великую милость. То есть Соломон пользовался благословениями Давида. Он ими пользовался. Ну и последний еще пример хотел привести. Халев, тоже человек, который в жизни своей много благословений имел. И вот у дочери настало время выходить замуж. И она говорит отцу, дай мне благословение. И написано, отец дал ей. Братья, у нас тоже настанут такие моменты. Может быть, дети наши вслух нам не скажут. Папа, дай мне благословение. Да, я не думаю, что все дети вслух вот так скажут, как эта дочь. Но такой момент обязательно настанет. Такой момент обязательно настанет. И что? И что мы сможем дать? Что сможем дать? И как хорошо, когда у нас будет, что дать. Как у Иакова. Он сам всю жизнь собирал в молодости и в средние годы. А в старости было, что дать. Удивляешься, когда читаешь его благословение детям. Рувим, ты бушевал, как вода. Ты не будешь первенствовать. Какая смелость вот такому взрослому сыну, так сказать. Симеон и Левий, орудие жестокости, мечи их. Да не войдет в совет ваш, душа моя. Это надо смелым быть. Я не думаю, что каждый отец так скажет своим взрослым детям. Но это была правда, это была истина. За этим стоял Бог. И поэтому никаких обид между детьми потом не возникло. Иуда, тебе скипетр принадлежит. Иосиф, отрасль плодозносного дерева. Гад, на помощь твою надеюсь, Господи. То есть не знал, что сказать. Читаешь и удивляешься. И дети, они должны были это воспринять. Они понимали, что Бог говорит. Благословляет внуков своих, Иаков. Тоже такая прекрасная картина. Руки крест-накрест ложат. Иосиф говорит, не так, отец мой. А Иаков говорит, знаю. Как хорошо и как прекрасно, когда в старости дедушка или отец знает, как благословить детей. Братья, думай, нам к этому стремиться нужно. Потому что когда-то этот вопрос, может быть, кто-то уже подошел к этому. А может быть, кто-то уже прошел и не смог дать благословение. А у кого-то еще впереди. Чтобы нам, детям нашим, дать благословение. Дать им доброе завещание. Ну, еще к этому потом вернемся. Сегодня, какие переживания на сегодня? Я так рад, что мы можем с братьями вот так поговорить. Часто мы семейные проводим, родительские, сестерские общения даже. А сегодня есть такая возможность нам с братьями поговорить. Мы вот сейчас за столом как раз вспомнили немножко за Ивана Ивановича Ведель. Кого-то он крестил здесь. Меня он сочитывал. Я ничего, в общем-то, не помню из сочетания. Одну фразу я помню. Ты отвечаешь за духовное состояние твоей семьи. Вот эту фразу я 30 лет назад это было. Я сейчас ее помню. И, наверное, уже и не забуду. И думаю, братья, чтобы нам вот это тоже в сердце своем положить, что я, каждый из нас, мы отвечаем за духовное состояние нашей семьи. Чтобы нам не перекладывать это на хрупкие плечи жен наших где-то. Или, может быть, на детей. Ты уже взрослый, ты сам знаешь, тебе жить. Вот такие вот слова. Снимаем с себя где-то ответственность. А где-то, может быть, признаем свое банкротство иногда такими словами. А сегодня мы живем в таком мире, где авторитет отца, он всяческий. Сегодня учителей мужчин почти нету. Сегодня, в общем-то, в семье разводятся. И с кем дети остаются? Ну, естественно, с мамой. Поэтому сегодня в этом мире воспитание практически женское. У нас один брат рассказывал, он удивился. Ну, думаю, хорошо, что удивился. Большая семья. Трехлетний ребенок заболел брак. А малыш у мамы. И поэтому мама не могла по больнице с предпоследним ездить. Была дома. Папа поехал. Может быть, и не раз, и не два. Ну, и вот настал момент операцию делать. Ну, поможет, не поможет. Ну, все-таки врач говорит, нужна роспись. Чтобы поставить роспись, что согласен на операцию. Врач говорит, врач, правда, женщина была, говорит, нужна мама. Он говорит, ну, а я папа не могу, что ли? Она говорит, нужна мама или бабушка. Ну, как так? Вышли в коридор, спускается мужчина, врач. Она говорит, вот так и так. Мамы нет, бабушки нет, вот папа есть. Врач-мужчина говорит, нужна мама. Вот в такое время мы живем, братья. Но это мир. А у нас в церкви не бывает так? Когда серьезные вопросы, нужна мама. А папа, а папа боится какую-то ответственность на себя взять. Папа боится. Братья, нам нужно брать на себя эту ответственность. Как раз я бы сказал, вот такие, ну, это не заявление, конечно, такие подписи как раз папа должен ставить. Как раз папа должен это ставить. На службу, армию, вот эти вопросы папа должен определять. Много у вас наставников, а мало отцов, да. То есть отец должен эти вопросы определять. Я думаю, и сегодня мы тоже это искушение испытываем. Где-то уйти вот так в сторону. И пусть. И это искушение, оно во все времена было. Меня вот этот стих тоже так, когда рассуждал над этим, этот стих меня тоже вызвал вопрос. Он в Библии дважды встречается. Ну, Матфея 2 глава, 18 стих. И в Ереме. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Братья, я задался вопросом, а почему Рахиль плачет? Ну, думаю, мы понимаем, что здесь речь идет не о той Рахиле, которая Вениамина родила. Здесь Рахиль – это как собирательный женский образ израильской женщины. Думаю, так мы это понимаем. Здесь смысл, что женщины Израиля плачут. Я задался вопросом, а где в это время Иаков, где в это время Ефрем? Почему Ефрем не плачет, Иаков не плачет? Почему Рахиль плачет? Думаю, вот такое же положение было в народе израильском. Отцы не занимали свое место, и поэтому Рахиле пришлось плакать. Еремя об этом тоже пишет как раз. Обращается к мужьям, они его не слушают. Мы слово твоего не слушаем. А он потом говорит, Рахиль плачет о детях своих. Отцы не слушают слово Господне, а потом Рахиль будет рассчитываться слезами. Будет рассчитываться слезами Рахиль. И это действительно так. И во времена Христа было, мы эти слова часто цитируем, ну и применяем, но Христос говорит, плачьте о себе и о детях ваших. Но если посмотреть, кому Он это говорит, мужьям или женам? Женам. Мы привыкли это всегда применять ко всем. Я согласен, не хочу какое-то, может быть, новое понимание вносить. Согласен, и нам, братьям, нужно где-то плакать и все. Но часто бывает, что плакать приходится тогда, когда отцы не на месте. Тогда женам приходится плакать. Почему Рахиль плакала во времена, когда во времена Христа избивали младенцев? Почему? Да потому что отцы и священники были не на месте. Они могли сказать, где должно родиться Христу, но они не могли этому поверить. Если бы в то время священники воспрянули, поверили, приняли бы Иисуса Христа, пошли бы в Вифлеем, вперед волхвов, может быть, думаю, что Ирод не побил бы младенцев. Жизнь совсем по-другому потекла бы в народе израильском. Один пример мы имеем в Библии такой. Во времена Моисея Рахили не плакали. А кто плакал? Написано, великий плач у кого был? Исход 11 глава 6-7 стих. У кого был великий плач? У египтян. Не Рахили плакали. Рахилям не надо было плакать. А если бы Моисей сказал, ну пойдем без детей, раз фараон так требует, кто бы плакал? Рахили бы плакали. Это был бы великий плач в Израиле. Выходит, Израиль из Египта, а дети остаются в Египте. Это был бы плач великий. Но этого плача не было. Почему? Потому что Моисей сказал, пойдем мы с малолетними нашими. Братья, думаю, чтобы наши жены, ну я в целом, я не имею в виду, может быть, узко, семейно так, чтобы нам быть на месте, чтобы нам, братьям, исполнять волю Божию и меньше где-то женам нашим придется плакать. Когда у нас будет вот это слово, как у Моисея, пойдем мы с малолетними нашими. Женам никогда не было легко и не будет. Я представляю себе вот так, подняться ночью, у кого-то дети маленькие, может быть, кто-то родился только в эту ночь. С квашнями подняться, идти, очень нелегко. Может быть, и плакали, но не от безысходности плакали. Это другой плач. Это другой плач. И плакать о детях нам всегда и придется, и женам нашим придется. Но есть разный плач. Есть плач, как у Рахили написано, не может, не хочет утешиться, ибо их нет. Это другой плач. Это не тот плач. А плакать, когда дети наши где-то непослушные, где-то мы переживаем за их будущность, это нормальный плач. Я не об этом хотел сказать. А вот такого безнадежного плача, когда муж, или муж в народе Божьем, или муж в семье на месте, Бог с этим считается. И прошло совсем немного время, фараон призывает Моисея и говорит, пойдите, совершите служение, как говорили вы. То есть все, вопрос кончился. В начале нашего братства тоже Бог дал нашим отцам слово. Ну, в нашей церкви, в частности, было так. И думаю, это картина повсеместная. Когда у нас тоже встал вопрос за детей, я это знаю по рассказам, сам не помню этого времени. Когда у нас тоже встал вопрос за детей, когда часть братьев заявили, что мы за ваших детей не хотим сидеть, кто был постарше, у кого дети уже были в мире, а молодые семьи не хотели с этим соглашаться. И вот один брат встал в церкви и сказал, я лучше пойду в тюрьму, но наши дети будут в церкви. Я бы так сказал, это что-то похоже на то, что Моисей сказал. Это слово свидетельства. Это не просто слова. Это слово. И пришлось этому брату и в тюрьму пойти, и не один раз. Но в прошлом году, вот так, из моих ровесников, в прошлом году последний принял крещение. Думаю, как Бог прислушался к этим словам. Как Бог прислушался. Братья, а вот сегодня, как нам найти сегодня, нашему поколению, найти слово и сказать, чтобы наши дети были в церкви? Немножко сложнее сегодня. Как-то мы тоже с братьями рассуждали. Один брат говорит, я себе так это понял. Я должен сказать, я буду ходить на все собрания, но чтобы дети мои были в церкви. Братья, где-то, может быть, и так приходится говорить. Может быть, каждому из нас нужно у Господа вымолить, выпросить это слово, чтобы тоже так сказать. Пусть будет так, но мои дети будут в церкви. Или наши дети будут в церкви. Братья, Бог это слово дал Моисею, дал нашим братьям, нашим отцам. Думаю, что подобные слова и здесь в Прокопьевске кто-то когда-то сказал, и в других городах. Так вот слушаешь, когда очень оно похоже. Но в этом сила как раз. И Бог отвечает, и Бог действует. Да, сёстрам нелегко было. И сёстры где-то в вузы пошли. И матерям было нелегко в то атеистическое время воспитывать детей. Но слово братское, оно имеет вес. И с ним считается. Во-первых, Бог на него отвечает. А где-то и мир. Он с этим считается. Чтобы нам сегодня получить слово, которое имело бы вес. Ещё одну мысль хотелось отметить. Мы сегодня тоже живём в такое время, когда детское послушание не культивируется. Особенно вот в последние годы. Культивируется детская самостоятельность, детский выбор, детские капризы. А сейчас вот мы об этих законах вчера слышали. Да, то есть ещё дальше мир идёт. А Бог нам всё-таки предлагает вот такой вариант. Братья, я думаю, что где-то и у нас это проникает, что и мы уже не совсем с этим согласны. Нам кажется, что для детей нужно ещё что-то другое. Послушание – это немножко мало, как будто. Так нам кажется. Апостол Павел пишет вот так. И по Библии, когда мы смотрим, там, где послушание детей родителям, там благословение Божие. Там они есть. Но я только один пример вспомню, очень такой яркий. Это Реховиты, 35 глава Еремия. Удивительное послушание этого потомства своим прадеду или кто он там. Ну, там не одно поколение прошло. Удивительное послушание. И как Бог на это послушание отреагировал? Хотя, можно сказать, ну, наставления, мы бы сказали, ну, не совсем удачные. Виноградников не садить, поля не садить, дома не строить. Может быть, и не очень удачно, да? Но они послушались. И какой вынес вердикт Бог на это? Он говорит, не прекратится у тебя муж, предстоящий перед лицом моим. А это племя, это не из народа израильского. Такую информацию услышал. Ну, насколько она достоверна, не могу ручаться. Когда образовалось государство Израиль, сделали перепись, и вот эти потомки Реховитов оказалось, 2% занимают на территории Палестины. Я, когда услышал эту информацию, думаю, ну, с Библией она согласуется. То есть, Бог следит, чтобы благословения были на голове послушных. На голове послушных, чтобы были благословения. Бог за этим следит. Это заповедь, заповедь Божия. А другие качества у детей, они должны быть, но они должны быть в тени. Как-то в детском лагере, в подростковом уже за одного подростка переживания были. И вот двое служителей с отцом беседуют, что сын ваш не так себя ведет. Все, отец слушал, слушал. Ну, возражать нечего, факты налицо. А потом говорит, а вы не заметили, какой мой сын умный? Ну, и у братьев сказать нечего больше. То есть, в глазах отца ум или способности сына, они выше, чем его послушание, чем его почтение к старшим. Ну, на сегодняшний день этот сын уже срок отсидел, в мире находится. В общем-то, а по-другому оно, наверное, и быть, и быть не могло. Братья, если мы будем, может быть, больше ценить в детях наших, где-то ум ихний, где-то еще что-то, а не послушание, результаты, они вот такие часто будут. Мир сегодня хочет нас столкнуть на эту почву. А в общем-то, а в общем-то, самый высший детский добродетель это послушание. Я бы здесь еще что отметил? Мы скажем, если дети слишком послушны, они не будут самостоятельными. Да, здесь может быть крайность, когда отец как деспот, ну, это крайний вариант. Я сказал, проблема может быть больше в другом. Когда в семье мама руководит, и дети маме послушны, они вырастают, у них будут проблемы. Когда в семье папа глава, дети учатся послушанию отцу, вырастая, у них проблем не будет. Это Божье установление. Поэтому, братья, чтобы нам быть главами в семье, если наши дети будут во всех вопросах только маму слушаться, а мы будем в тени, у них, да, у них будут эти проблемы. Поэтому мир к этому идет. Мамы воспитывают детей, у них не хватает самостоятельности, поэтому нужно сегодня детей переводить на самостоятельность. А там, где отцы воспитывают детей, там оно по-другому. Там, когда дети вырастают, вот так наблюдаешь в семьях, очень просто. Женился, вышел из дома, и как было у него дома, только роли поменялись. Так же пошло и дальше. Его слово в семье имеет вес. Братья, а чтобы слово наше имело вес, нам нужно самим бояться Господа. Здесь, ну, кулаком по столу не стукнешь. Как-то братья были в одной семье, на курсах ночевали, и тоже вот смотрят. Муж такой маленький, хиленький, может быть, даже и духовный не столь, ну, или как уж там, так показалось им. Жена видная такая, но они вопрос. «Легко тебе, мужа, слушаться?» Она говорит, «Легко». Но вначале не было так. Вначале мне тоже было трудно слушаться мужа. А потом, говорит, однажды ночью просыпаюсь, мужа нет рядом. Что такое? Пошла искать, он в другой комнате молится. Я легла спать. Прошло какое-то время, может быть, несколько дней или как. Опять проснулась, опять мужа нет. Пошла искать, он опять молится. Она говорит, «Все, я поняла, я стала бояться мужа своего». Братья, думаю, во многом это от нас зависит. Будут наши жены нас бояться или нет? Я не хочу сказать, что все так идеально, все так просто в жизни. Нет, не так все просто. Но в целом, в общем, оно так. Чтобы наши жены были уверены, что мы предстоим пред Богом, что мы знаем Бога, что мы имеем общение с Богом, тогда будет оно и послушание. А там, где дети имеют свободу, там просто беда. Думаю, сегодня просто нет времени и нет необходимости. Много примеров на эту тему приводить. Дети просто теряются. Как я уже говорил, наша власть или наше наставление, оно на страхе Господнем. 33 Псалом, 29 стих. Давид говорит, «Придите, дети, страху Господню научу вас». То есть научить детей бояться Господа. Научить детей бояться Господа. На этом, не на своем авторитете. Если мы на своем где-то будем настаивать, оно не получится. Оно не получится. Притча 1, 8. Там, вроде бы, этот стих обращен к детям. «Сын мой, не забывай наставления отца твоего и завета матери твоей». Ну, а с другой стороны, этот стих обращен и к нам с вами, братья. Иногда смотришь на некоторых детей и просто жалко. У них нет наставления отца и нет завета матери. Полная свобода в семье. Делают, что кажется справедливым. Нет наставления отца. Спрашиваешь, почему? А я боюсь. Прямо так папа и говорит. А вдруг я не так скажу, чтобы меня потом не обвиняли уже взрослые дети? Нет наставления отца. Нет завета матери. Братья, думаю, чтобы нам вот так с детства детей наших просить у Бога милости, чтобы нам иметь к ним наставление, чтобы у нас было слово для детей наших. Как у Якова было у него слово для детей своих. Как другие примеры мы находим, было слово, чтобы мы могли дать наставление детям нашим, могли им сказать. А сегодня в этом мире, ну, в общем-то, оно все по-другому культивируется и где-то входит к нам. Раньше даже в мире вот евреи, они по-другому воспитывали. По еврейской традиции раньше считалось, что отец обязан воспитать сына, дать ему профессию. То есть это не входило в выбор. Сегодня профессию дети в основном выбирают. В основном дети выбирают. А потом смотришь, трудовая книжка пухнет, он не знает, что ему нужно. За меня профессию родители выбрали, и я ее до сих пор не менял. И мне всегда жалко тех, кто каждый год меняет профессию. Думаю, папа не сказал своего слова. И поэтому каждый год молодые люди меняют и работу, и профессию. Думаю, чтобы нам, братья, как-то иметь здесь дерзновение. Иметь дерзновение. Ну и так же дальше. И к труду в церкви приобщать. У евреев они шли еще дальше. В обязанность отца входило подыскать жену для сына. Сегодня, может быть, мы скажем, но это невозможно сегодня. Поэтому меня и не удивляет этот стих. Мы иногда удивляемся и говорим, почему так? Почему этот стих сегодня не работает? «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». А сегодня жены могут сказать «я не хочу», дети говорят «я не хочу», потому что наши устои семейные где-то другие. А если вот так учесть это, что в еврейской семье было так во времена апостола Павла, если отец определял даже такие моменты в жизни своих детей, то и неудивительно, что если отец каялся, что дети повторяли то же самое. Дети повторяли то же самое. Я не хочу сегодня, чтобы мы какие-то семейные традиции наши ломали. Нет. Просто немножко обратить внимание на то, что хочет от нас Господь. Чтобы нам больше подставить свои плечи. Не то, чтобы нам теперь приехать домой и сказать «отныне у нас будет вот так или так». Как-то один, ну он даже отчим, он в эту семью позже вошел, жалуется, мне говорит «вот дочери не слушаются там, а дочерь ему уже за двадцать». Я его послушал, послушал. Я говорю «если ты так будешь поступать, то ты в этой семье вообще все потеряешь. Лучше немножко поскромнее себя веди». Где-то бывает, может быть, и так. Ну а в целом, в целом, все-таки, братья, чтобы нам понимать, что Бог стоит за нашим наставлением. И Бог будет их подтверждать. Бог будет это подчеркивать. Ну, может быть, я не подробно расскажу. В одной семье тоже отец определил профессии детям. Не буду подробно рассказывать. Двое сыновей послушались, и они сегодня в этой профессии работают, и неплохо. Третий пошел своими путями. Его уже дважды отлучали от церкви. Трудная жизнь такая. Думаю, вот как просто. Думаешь, откуда Папа знал, что вот эти профессии, они и в годы кризиса будут востребованы. Откуда Папа это знал? Да ниоткуда не знал. Просто Папа взял это дерзновение, вымолил у Господа, а Бог поставил свою печать. А Бог поставил свое. Братья, чтобы нам не уклоняться от наших обязанностей и не бояться, чтобы у наших детей было наставление. Вот я уже упоминал этих людей, Иакова и Езекию. Иакову было что сказать своим детям. А Езекий не смог сделать завещание дому своему. Так он его и не смог. Как там в его семье подробно нам не написано, но факт тот, что завещание детям своим он не смог сделать. А написано, добрый человек оставит наследство и внукам своим. Оставит наследство и внукам своим. Это не значит, что материальное. Нет. Многим из нас может быть сильный, и нечего оставить наследство внукам своим. Жена моя часто дома в руках держит, читает «Сибирские нивы», где за Бориса Яковлевича написано. Я говорю, ты же наизусть ее знаешь, этот номер. Она говорит, мне приятно вспоминать свое детство. И думаю, как хорошо, когда вот такое доброе наследство где-то детям нашим мы оставили. Оставили нашим детям. Она позаботилась, чтобы детям своим этот журнал где-то его размножила, раздала. Думаю, вот такое доброе наследство. Хорошо, когда мы можем оставить нашим детям. Доброе наследство, что мой папа, моя мама или мой дедушка любил Господа. Это бесценное наследство. Да, мы можем не оставить, может быть, большого имения, большого богатства, но моя мама или мой папа действительно любил Господа. Вот это наследство, которому нет цены, братья, чтобы нам это передать. Ну, еще немножко время у нас есть. Еще дальше. Домашняя церковь. Что мы можем сделать, может быть, не лично уже, а так вот в домашней церкви нашей. Думаю, это тоже очень важный момент. Чтобы в наших домах были семейные общения. Одна сестричка пришла ко мне такая расстроенная. Обычно я, когда на родителей жалуется молодежь, я не очень выслушиваю, стараюсь это быстрее переводить на другие рельсы. А тут просто не мог не выслушать, я уже понял. Думаю, что же она будет говорить. Но она начала говорить и говорит, что папа нас никогда не собирает на молитву. И больше она ничего не сказала. Я был удивлен. Я ждал чего угодно, только не этого. То есть, братья, дети сильно переживают, когда духовно дома у нас пусто. Уже взрослые дети, а вот такие переживания. Папа никогда не собирает нас для молитвы. Братья, чтобы нам собирать детей наших для молитвы. Чтобы духовные рассуждения дома велись у нас. Не обсуждение членов церкви или еще кого-то, а духовные рассуждения. Еще, что очень сильно, но плохо влияет на наших детей, это тогда, когда мы защищаем детей наших. Когда мы детей наших защищаем. Когда где-то нашим детям сделали в церкви замечание, они приходят с этим замечанием домой. А мы их защищаем. Братья мои, у нас будут, наши дети будут трудно идти в церковь. Сколько наблюдаешь за этим, когда дети трудно идут в церковь, очень часто, очень часто причина в том, что в этой семье дети были защищаемы. За одну семью слышал такую характеристику. Он к своим детям относится строже, чем к другим. Старшая дочь 16 лет приняла крещение. Следующая дочь тоже приняла крещение. На курсы приехали, смотрю, знаю эту фамилию, смотрю, поведение 5. У кого-то тройки стоят по поведению. Братья, защищая своих детей, мы доброго ничего не принесем. Ничего. А когда мы скажем доченька, как у нас в церкви тоже семья есть одна, у папы такой принцип. Сделали замечание, я тебе добавлю. И тоже дети вовремя каются, вовремя ходят в церковь, крещение принимают. А кто-то защищает своих детей и уже плачет о них. И уже переживает. Уже время им быть в церкви, а их еще нет. Я не говорю, что это 100% так, братья, но очень часто, очень часто. Это наша родительская гордость уязвляется, когда моему ребенку сделали замечание. А потом о гордом что? О гордом Бог противится. И Богу приходится нас смирять. Как один брат говорит, я нашел в Библии стих, и он меня очень удивил. Глупый сын, сокрушение отцу. То есть, если мы не сокрушаемся так, Богу приходится где-то через глупых сыновей нас сокрушать, нас приводить к смирению. Это не значит, что Бог отвергает. Нет. Ну, тяжело. Лучше по-другому смиряться, чем таким образом. Чтобы нам не защищать наших детей. Ну, еще один момент хотелось отметить. Сегодня тоже в этом очень сильно культивируется, что дети не виноваты. И где-то оно к нам и в церковь приходит. Когда дети уходят в мир, какие разговоры бывают в церкви? Руководитель молодежи виноват. Кто еще виноват? Служители виноваты. Еще кто? Родители виноваты. А дети? Друзья виноваты. Да, да. А дети? А дети не виноваты. Братья, и где-то оно в нашей церкви входит. Но в Библии оно не так. Я не буду читать подробно. В книге Второзакония там написано, если сын буйный, не слушает родителей, что нужно сделать? Привести предобщество, сказать, что этот сын наш буен, не послушен, мы его воспитывали, мы его наказывали. И кто будет виноват? Сын будет виноват. Не написано родителей, побейте камнями, а написано сына побейте камнями. Я думаю, сегодня мы где-то немножко в этом сдаем. Я тоже не хочу какие-то традиции менять. Сегодня, если вопрос детей рассматривается в церкви, тогда родители что? Высылают. Мы как-то боимся. А вот здесь, во Второзаконии, там тоже членское собрание, там родители не высылали. Там в глазах родителей побивали сына камнями. Не высылали родителей. Братья, я думаю, здесь тоже где-то. Я не хочу, конечно, ну, как-то, может быть, слишком так говорить, но думаю, где-то мы немножко перекладываем вину на всех. А дети, а дети не виноваты. И они это чувствуют, и поэтому где-то ведут себя дерзко и буйно. Они это чувствуют, что виноват все равно будет служитель, виноват будет предверник, который в доме молитвы, виноват будет папа с мамой, а я виноват не буду. И трудно каяться таким детям. А когда они понимают, что они виноваты, что в 16 лет он уже перед Богом будет отвечать, и что он виноват за свое дерзкое поведение, ему намного легче будет каяться. Братья, в этом нам тоже против течения этого мира приходится плыть, и придется, и придется плыть. И содержать детей в послушании сегодня нигде в мире мы поддержку не найдем. И в том, что дети наши виноваты. Вот эта ювенальная юстиция, там тоже мысль именно такая в какой-то мере насаждается, что дети не должны чувствовать, ну, испытывать чувство вины. Даже сегодняшняя психология, она во многом как нацелена. Человек приходит к психологу с чувством вины, то есть со своими переживаниями, с депрессией, как мы вчера слышали. И психолог, какие методы у него, чтобы эту вину как-то или уменьшить, или переложить на других. Но ни в коем случае не обозначить и не попросить прощения у Бога. Вот такое сегодня положение в мире. Пусть Господь даст нам милость, чтобы нам Божьи принципы отстаивать, чтобы в наших семьях было по-божьему. И насколько мы можем. Братья, я понимаю, что сто процентов, как Библия нам говорит, ну, возможно, и не получится у нас. Братья, ну, чтобы нам все-таки иметь к этому ориентир, иметь к этому стремление и вот эти Божьи принципы отстаивать, чтобы было так, как оно, так, как оно по-божьему. Ну, и последний момент. Я бы сказал, в этом отношении, если сравнить, сколько с нами занималась церковь, ну, с нашим поколением, братство, и сколько с сегодняшним поколением занимается церковь и братство, ну, я бы сказал, в разы внимание церкви и братство к детям выросло. А результат, а результат не стал лучше, да, может быть, где-то даже и хуже. Думаю, вот здесь, поэтому я на этом не буду задерживаться, хотя это безусловно, когда церковь открыта для детей, только одно место можно записать, 21 глава, 5 стих книги Деяния апостолов, когда провожали апостола Павла, написано, вышли на берег все и преклонили колено даже с детьми, представляя, вот такой хороший детский лагерь, вышли на берег, провожают Павла, зная, что больше его лицо не увидят. Думаю, это такое церковное воспитание детей, очень чудесное, очень хорошее. Ну, об этом я не хочу останавливаться на этом, чтобы нам в семьях наших, братья, занимать свое место, быть теми, быть отцами, и последствия, и благословения, они потом придут и на детей наших. Пусть Господь даст милость нам плыть против течения. Это было всегда. Может быть, где-то, как один брат выразился, до перестроечные дети, и после перестроечные дети. Он говорит, я даже по своей семье вижу, что они разные. Братья, нам и сегодня надо плыть против течения, и до перестройки церковь плыла против течения, и сегодня тоже. Еще один пример, и потом мы помолимся. В одной семье дети себя дерзко вели, и учительница пожаловалась дальше. Ну, не без основания, думаю, не без основания. Начали комиссии приходить в дом, дело приняло серьезный оборот, чуть ли не лишение родительских прав. И вот служитель в этой семье беседует и вопрос задает. Ну, а вы поститесь вот об этом переживании, о детях. И мать говорит такие слова. А разве сегодня постятся? Постились же, когда гонения были. А разве сегодня постятся? Братья, думаю, вот и причина, да? Вот и причина. То есть, братья, сегодня Бог тоже хочет, чтобы мы так же постились, как и наши отцы в те годы, чтобы мы так же плыли против течения, как наши отцы в те годы. И Господь так же даст успех и наше, может быть, так можно назвать, третье поколение братства нашего, оно тоже будет в церкви. Но условия для этого, чтобы нам плыть против течения по тем принципам, по тем маякам, которые Господь нам оставил в Слове Своем. Помолимся Ему. Аминь. Аминь.